Вопросы все идут, идут, идут. Ну что? Так, здесь, чем мне нравится, мне очень это нравится, что ответы даю не только я, что налаживается какая-то определенная переписка. Иногда, да, Тимаш, это я вот с людьми разговариваю, случалось так, что многие жили на соседних улицах и не знали даже об этом, или в одной деревне, вот, и мои вебинары помогали познакомиться, это очень здорово. Так, ну что, я так понял, мы начинаем снизу вверх. Так, ага. Я не знаю, кто будет тут командовать, я или Сафроны, вот этим колесиком. Вот, у нас такой сейчас связи нет. Так, так, так. Ну, раз тут Сафронов переговаривается. Так, сейчас, видимо, все еще не все. Ну что, отвечать, не отвечать. Ну, я вижу, что мышкой командует Антон Валяевич, поэтому подожду еще. Так. Так. Вот, Наталья Оржанникова. Важнейший вопрос. Значит так. Считается, что если муравейник оброс вокруг ствола дерева, он, дерево должно погибнуть. У меня пока ни одного такого случая про абрикосы не замечено. Вот, то есть, у меня есть десяток фотографий, где абрикосы полностью окружены довольно привисы по размерам муравейников. И они плодоносят, и даже не собираются загибаться. Вот. Но вы рискуете абрикосом как? Например, допустим, это уже философский вопрос, допустим, абрикос погибнет. Что делать? Уничтожать муравейники или ждать, пока муравейники уничтожат абрикос? Я выбираю второй случай. У меня, допустим, абрикосов много. Я с любопытством жду, когда погибнет, в кое-каке один. Да черт с ним, пусть один погибнет. Я ничем не пострадаю. Я в последний раз получил в шестнадцатом году 300 ведер абрикосов. Ну, получил бы 225, ой, 280 или там 290. Ну и что? Вот. Поэтому вопрос не в том, если в саду существует такое содружество, я потом расскажу, как дерево растет и как оно меняет вокруг себя все. Все, климат меняет, почву меняет, все меняет. И получается так, что муравейник должен быть неприкосновенный. У меня просто бы руки не поднялись. Он может посредний абрикос на всю вашу округу. Там, как бывает, кто-то говорит, изучил весь район. Район это десятки деревень, это город. И ни одного абрикоса нет. Вот он единственный. Пожалуйста, уничтожайте. Природа, планета этого не заметит. Но я бы не уничтожил, потому что я лучше посажу 10, 20, 30 абрикосов. И пусть себе муравей захватывают один. Вот такой мой ответ. Самословатый, как бы сказать. Так. Правильно я поняла Гончарова. Обрезать взрослые деревья вообще не нужно. Обрезать. Волга-Вятский район, Нижегородская область. Вот хорошо, что вы упоминаете, где вы. В общем, я так понял, что вы в районе Волги. Все-таки нужна обрезка. Курдюмов говорит об обрезке. Дело в том, что мы с вами специально, я говорю об обрезке, обрезка должна приносить пользу. Или не делаться. А так как она очень важна. Ну, как вам объяснить-то? Вот возьмете вы, допустим, у вас сосед рубчик мяса. Опытный, он там 30 лет разделал туши. А у вас аппендицит. А врача нет. У нас же, знаете, какая сейчас эта самая медицина. Вот. А аппендицита можно умереть. Доверите вы ему, рубчику мяса? Вот так и тут. Значит, надо для начала, хотя бы элементарно научиться обрезку делать. Знать, в каких случаях делать. И тогда делать. Это есть это самое. Это Курдюмов. Тут ему равных нет. Вот. Есть другой вариант. Не знаешь, не подходи. Это уже железо. Вот, пожалуйста, это самое. А будет тема обрезка. Мы с вами будем виртуально резать, резать, резать. В одном случае мы его гробим дерево, в другом случае спасем. Понятно? Пока вот такое... Вот не просто резать, не резать. В 90% случаев не резать, но в 10% резать. Вот эти, пройдя 10 случаев, это уже и будет конкретика. Будем говорить, зима впереди. Отдельная тема, важнючая тема. Так. Теперь, значит... Ну, кое-что пропускаю. Так. Вот, допустим, Евгений учит, допустим, так. Естественно, я уже не вмешиваюсь. Раз он ответил кому-то там. Допустим, Верения Немчина ответил. Я уже не вмешиваюсь. Я никогда так не делаю. Типа это... Я умнее всех. Сейчас попробую пролистнуть, пролистнуть. Ага. Вот тут, я надеюсь, вы дождались, когда у нас был технический перерыв. А то я тоже понервничал. Думаю, разойдутся люди, никому не надо, а я буду говорить пустоту. Вот. Так, чужие разговоры я не вмешиваюсь. Почему? Вот. Почему ты не вмешиваешься? А, потому что... Я так хочу сказать... Правила... Правила, как бы, культурных людей. Так. Вот здесь, кстати, сроки судька Сыбродского. Абрикос согласен. Манджурский еще раньше. Согласен. Может, с одним и тем же материалом работали. А луча, чернослив, я никогда ими не занимался. Так, черешня. Ну, Бродский, Боднер сказал, 107 дней. Черешня, 120 дней, она для нас реальнее. Еще раз говорю, выдержать нулевую температуру невозможно. Вот. Поэтому я и говорил, чуть перевозводишь на месяц раньше. Чуть теплее еще на месяц раньше. Вот. Поэтому... Так. Поэтому, поэтому... Кстати, взято с сайта Сады Сибири. Бродского раньше публиковала эти Сады Сибири. Сейчас никто не торопится. Он сейчас такой же изгой, как я. Так. Березами трудно бороться. Это уже не мой вопрос. Половина занята березами. О-о-о. Ай. Так. Хорошо, что вот столько советчиков. Раньше было только благодарю, спасибо. А сейчас начали друг друга общаться. Мне очень это нравится. Так. Дороганов. О-о-о. Знаем мы такого, товарища. С вашими способами согласен. На рисовном опыте 20 лет назад проверено. Был Ирикутский. Купил саженцы яблони сантиметров 30-50. Приехал домой. Купил три саженца метра по два высотой. В первую очередь посадил большие. По советам огромного ямы с одобрениями. А маленький посадил воду. Через неделю посадил маленький просто в землю. И забыл. Через зиму большие все замерзли. Погибли. А маленький до урожая. Ну да, действительно. Спасибо, Сергей, за поддержку. Побольше бы таких примеров. Ну да что творится это. Я же не дошел до того места, где действительно двухметровые саженцы. А отрезать при посадке нужно на высоту максимум карандаша. А остальные два метра вообще выбрасывать в печку. Чтобы хоть польза была. Вот. Чтобы хоть подогреть на полкалории корть дом. Тогда еще она пригодится. А так садить целиком, наверное, смерть. Так. Можно ли культируем семена? Дело в чем. Когда придет пора срецировать, у меня не будет. Ну если дальше пойдет. Сейчас может утихнет. У меня не будет ни одного куска абрикоса. Некоторые говорят, отложите. Оплачу сейчас. Я отказываюсь. Вот. Потому что дожить надо. Еще до того момента, когда буду срецировать. Вот что есть, что есть. Купили сухие? Купили. Нет, ждите. Не дождались? Кончились. Ну значит еще выждать придется. А может быть и это. Ну, в всяком случае, кроме абрикосов, все остальное будет все долго. Сейчас у меня из абрикосов только королевский закончился. Было немного академика. Я по избранным садоводам разошел академика. И если у меня есть что-то в заначке, то я держу это в секрете. Вот. Чтобы у меня не это. Быстро не кончалось. Но в принципе, некоторые хотят как. Вот я куплю, когда вы сами. Правильно, я беру в сорок песочек. Я знаю консистенцию. То есть, я на ощупь уже знаю. Я распихал их по мешочкам. По полиэтиленам. Опять вы здесь стеклянные банки. Ножа в мешочках с песком. Обратно в холодильник. Жду заказа. Высылаю. Вы думаете, жалуются на невсхожесть? Жалуются, что рано сходят. Только попадают елки-моталки. Март особенно, апрель. Попадают в теплую почту. За неделю хвосты выпускают по длину со спичек. А то есть две. А это почти загубленный материал. Я предпочитаю высылать сухими. И даже нагнетая обстановку. А вот не купите сухие. Придет февраль. А абрикосов-то и не будет. Не тот год. Слабый урожай. Так, следующий вопрос. Так. Здравствуйте. У какого саженца красный корень? У абрикосов. Чаще. В основном. Может еще есть какие-то более редкие виды. Абрикосы самые красные. Из того, что я знаю. Так. Скажите, саженца абрикосов в Селябинск можно высылать? Можно. К Сергею обратитесь. Видели там. Будут ссылки. Вначале найдете мой сайт. Можно три слова. Сайт Санруда Железов. По-русски набрать. В Яндексе, в Гугле. Попали на сайт. Там найдете данные сына. Спишите с ним. Весной получите. Так. Что еще не ответил? Есть ли смысл выращивать черешню самосейку? Конечно, есть. Я еще раз говорю. Самосев. Это самое. Что интересно. Если черешня не испорчена вишней. А такое бывает. Значит, самосев будет черешней. Она будет мельче. Но она сохранит главный качество черешни. Какая? Догадайте. Вкус. Вот. Ну и самосев это все-таки. Уже как бы перевесный обор. На морозок еще обор не проведен. Вот допустим, Игорь. Вот тут фамилия. Воснецов. Нет. Ну, в общем, не важно. Значит, Игорь, я вам отвечаю. Значит, смотря где вы живете. На Украине. Увидели, что черешня растет сама по себе. Сохранили ее. Или пересадили в более удачное место. Вот. Но можно дождаться урожая. В Сибири она 100% замерзнет. На Урале она замерзнет. Самосевка. Вот. Если только она не была до этого. Взятая с косочка. Не упала с дерева. Привита ванна. Что-то морозостойко. Например, на вишню. На кислую. Но тогда уже и качество не ждите от плодов. Вот такая хитрая. Тут столько вариантов. Кисло-сладкая, сладко-кислая. Я называю одни саженцы вишня-черешня. Другие черешня-вишня. Третья вишня с генами черешни. Четвертая черешня с генами вишни. Вот. И у них разная морозостойкость. И все разное. Вот. Вопрос, где вы живете. На Украине. Ну, Брянская область. Тут Смоленская. Маленький шанс самосева дойти до плодоношения. Учите долго ждать. Вот. Есть че... Боднер, суперспециалист. Начинал все с этих... С роскошных магазинных черешин. Вот. Но, извините, столько лет на это убил. Вы же нормальный человек как хочет. Посадил черешню через там... Ну, пусть не скоро. Пусть на 5-7 год заплодоносит. Так. Раз она не привитая. Ну, пускай. Ну, не 40-50 лет. Знаете, как к своему успеху шел Боднер? Ага. И вот. Ладно. Разговорился. Татьяна. Вырастил из ваших семенецких абрикосов на грядке. Их необходимо пересадить. При пересадке их нужно обрезать? Или когда нужно поливать? Да, выкопали. Половину отмахнули, не глядя. То есть, не так вырезался. Глядя. Ну, то есть, не задумываясь. Если корни целы удалось там, ском в земле. Все равно половину корону отрезали. Вот. И пересадили. Есть вариант, когда тоже самое выкопали. За столом привили. Ну, был бы я готов. Я вам фотографию показал. И так делаю. Делал. Вот. Но лучше пересадить и год подождать. Или осенью пересадить. И к весне он будет уже, если это, тем более, мой абрикос, если он манчжурский. Ему убить невозможно. Осенью посадили. Так делает Сергей. Я вам показывал фотографии. Видели? Это посадка осенняя. А весной уже плевается. Уже как будто он тут седай рос. Вот. То есть, осенью пересадка, весной можно садить. Если весной посадили с риском, они все-таки капризная вещь, можно недельки-две подождать. Привить. Чуть-чуть ухватиться за землю, чтобы корни схватились. Или прям в воздухе привить. Например, за столом. Но лучше осенью, если уж торопитесь, чтобы еще год можно дать ему порасти, но год потеряется. Вот. Ну, в общем, как мух ответил. Так. Антон Варёвич, неужели все? На сегодня, наверное. Так, два с половиной часа прошло. Из них полчаса потеряли. Вот. Сегодня опять все не смогли. Но мне кажется так. Вопросы, которые я еще буду поднимать, они касаются не только абрикос. И мы немножко, наверное... Ну, эти, ушло три лекции на только абрикосы. А ведь там многие вопросы касаются не только абрикосов. Любого дерева. Вот. Поэтому, возможно, мы сейчас придумаем на сегодняшний субботу уже новую тему. Например, еще сейчас продолжают резать деревья, наученные дебильными этими лунными календарями. Вот. Это ужас какой-то. Ну что, давайте, наверное, сегодня прощаться. Давайте прощаться. Ненадолго. Я прошу прощения за технический сбой. Мы оба не виноваты. Понервничали капитально. Вот. Оба. Так бывает. Это железо. Это в саду мы волшебники. А это железо. Компьютерное. Ну что, до свидания, друзья. До следующей субботы. Я надеюсь, вас не разочаровал. Тимош. Ну, скажи, до свидания. Ты сегодня, как бы... До свидания. А, ну все. Тимоша сказал до свидания. Придет новая пора. Его мама, я говорю, займись молодежью. Надо в сады вернуть молодежь. Ты молодая, симпатичная девушка. Стань блогером. Рассказывай все, что ты это. Только не то, что ты с утра накрасила губы. Там, помните, как эти... Миллионы просмотры у какой-то дурочки. Вот. Потому что она знает, что нужно молодежи рассказать. Вот я говорю, да, Александр. Ну, с твоим-то умом. Даром, что блондинка. Вот. Ладно. Все, хватит. А то лишнее скажу. Ну, пока, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok